Йоу, ребята! Здорово! Рад вас видеть на этом видеоролике на канале Вов Ворон, как всегда. И сегодня мы продолжаем с вами раскатывать наш SnowRunner. Как видите, справа в верхнем углу у нас миссия припаса на зиму. И она разбита на две части. Сейчас, в сегодняшней серии, мы займемся тем, что будем вести запчасти для машин на базу снабжений. Как видите, я уже загрузился. У нас первые лучи солнца, как всегда. Самое утро выезжаем. Так, у нас еще водитель пытается отоспаться. Зараза такая. Не спать. Так, в общем, давайте быстренько накидаем маршрут. И куда ехать-то я уже забыл. У нас, значит, припасы на зиму. Запчасти для машин. База снабжения. Ага. Сейчас, кстати, я не помню, ездил я туда или нет. Смотрите, вот тут еще такая вот штука есть. Возможно, мы проедем сегодня здесь. Посмотрим. Так, значит, мы едем с вами по асфальту. Тут все хорошо. Здесь у нас, смотрите, есть вариант вот тут по кишке проехать. Вообще, можно вообще всю дорогу проехать вот так поверху. А можно выехать вот здесь на основную. Правда, лужи немного. И вот так же тоже проехать. Я думаю, так вот вот... Вот тут будет жопа, но в целом все остальное выгодно. Давайте ради разнообразия проедем полностью поверху. Посмотрим. Хотя, смотрите, тут, наверное, даже и не обязательно было ехать. Можно было, наверное, все-таки вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А вот здесь уже... Ну ладно, прокатнемся, посмотрим, что нас ждет на этом маршруте. Вот тут у нас еще неоткрытый и нескорамный прицеп какой-то. И вот как-то так. Короче, выезжаем, ребят, выезжаем. Блин, ну водила, завел движок даже в пящем состоянии. Немного от первого лица. И мы едем, едем. Я думаю, проблем у нас не должно возникнуть, потому что у нас нет дополнительного прицепа. У нас невысокий ангар. Как в прошлой серии, если вы видели, мы возили цистерну. Она нас просто так жестко кренела. Но в другом, правда, грузовике. Но это... На устойчивость очень сильно влияло. Так что груз у нас... Довольно низкий. Центр тяжести у нас невысокий. Опрокидывание у нас минимально. Дорога, в принципе... Я думаю, наш тягач справится с этой дорогой. Булыжник. Если по ним быстро проехать, то, конечно, можно получить урон. По подвеске, по колесам. Ух ты, блин. Неплохо мы так прыгаем. И поедем сейчас... Что-то я не помню, были здесь болота изображены или нет на карте. Ну, поехали. Полный привод подключили. Пока ехали по асфальту, чтобы экономить бензин, мы, естественно, ехали чисто на заднем приводе. Так, вот тут аккуратно. Тут можно случайно отлететь. Скалу и пробить. Получить пробитие, как в танках у нас постоянно есть пробитие по кузову. Гребем, месим. Но ползем. Мне кажется, возможно, вам, кто уже давно смотрит канал, надоел этот грузовик. Потому что последние все видео, все доставки почти мы делаем поручение на этом грузовике. И чисто уже он, возможно, вам надоел. Ах, ну, он пока неплохо справляется. И при первой же возможности, адекватной возможности, варианте... Так, вот тут вот узко. Я уже... Уже была практика застревания между скал. Поэтому, знаете, как-то рисковать не хочется. Давайте их объедем. Так что при первом же варианте, ребят, как будет адекватный вариант и возможность, мы сменим тягач. Что у нас тут? Зацепились за что-то. Блин, я боюсь, что мы сейчас в процессе поворота здесь застрянем. И никакая лебедка не поможет. Когда вот я так говорю, обычно так происходит, ну... Но я надеюсь, я ошибаюсь и... Ух! Прошли! Видели прям как баллон? Покрышка у нас на камне. Облизала этот камень. Опа! 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 Знаете, на карте как-то тропинка выглядела... Не так уж опасно. Здесь разве только на велике кататься. Несмотря на то, что у нас низкая центр тяжести, перевернуться, мне кажется, шанс у нас вот сейчас вот прям, как минимум, очень хороший. Так, я думаю, 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 как нам аккуратно все это дело проехать. Не пожалел ли я, что выбрал данный маршрут? Если бы у нас был какой-то прицеп еще с высоким положением в кузове, то опрокидывание уже бы, наверное, произошло. Блин, вот сейчас от камня отыграем, боюсь, перевернемся. Объезжать его тоже опасно. Просто смотрите, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что у нас? Габариты. Подумал, с фарами едем. Ладно, сейчас вообще не до фар. Ух, блин. Ну, если бы я бы взял бы скорость, возможно, перевернулись бы. Ну, ладно, оттого-то интереснее наш маршрут, ребят. Перевернемся, у нас есть подмога. Но, скорее всего, у нас груз весь распакуется, вылетит и придется ехать за новым. Да, такое уже было очень много раз в предыдущей серии. Если не смотрели, переходите на канал, посмотрите, как я там мучился с этим карьером. Так, а куда у нас дальше дорога? Направо. Ну, у нас есть, кстати, возможность ехать налево и проехать по адекватной дороге. Ну, я думаю, раз построили, давайте брать данную тропу. Скорее всего, я проезжал, открывал на каком-нибудь Невасике, Уазике, что-нибудь такое. Проехался тут и все. Я открыл карту. А, ну или у нас эта зона входит в зону вышки. Смотрите, у нас здесь тоже что-то имеется. Дождик, что ли, начался? Еще и дождь начался. Главное, забор не снести. Будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть-чуть пошатнули его, но он не упал. Конечно, жестко дорога проходит очень вплотную к дому. Если бы у нас еще был дополнительный прицеп. То... Было бы намного все хуже. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Помесим грязь. Так, это не я останавливаюсь. Как бы тягач уже сам просто решил взять небольшой перерыв. Пасмурно, из-за дождя немного темно в игре. Я не думаю, что прошло прям столько времени, что уже начинает смеркаться. Тихо, тихо. Вот так вот на разгоне, с горочки. Тык-тык-тык, подпрыгнул, перевернулся и все. Потом сидишь со слезами. Так. Мы немного задели дерево, я вижу. Большой и грязный прорывается. За качество изображения, кстати, ребят, немного извиняюсь. Перешел, не знаю, временно или не временно, на другое устройство записи. Своей физиономии. Нумия-мумия. И, конечно, качество чуть-чуть похуже, чем было. Так, чё, мы выехали куда? Мы выехали на основную, что ли? А, ну да, тут без вариантов все равно чуть-чуть по основной. Тут у нас есть вариант гигантскую петлю сделать, но мы поедем как раз по... По еще вообще не исследованной кусочку дороги на этой карте. Вот, кстати, доставить прицеп ТО на эту же базу, нам, походу, придется в Блэк Ривер вернуться, если я не ошибаюсь. А там еще, где она находится, насколько далеко... Это вопрос, открытый вопрос. Тикет не закрыт. Давай-давай, ползи. Одну фару мы, смотрите, с вами подбили. Кстати, я не помню, чтобы мы бились. Мы вроде этим кузовом бились. Аж назад начали откатываться. Ну, где-то мы успели. А может, лампочка перегорела. Это так. Я успокаиваю себя, то, что мы ни в чё не врезались. Давай, малыш. Точнее, не малыш. Вот у него еще конструктив кузова. Видите, вот эти ступеньки. Они как бы вроде и бак закрывают, но с другой стороны ими зацепиться можно. Проходимость понижают. Так, чего? Куда я проехал? А, у нас вот прямо здесь поворот. Ну, в любом случае, тут у нас без вариантов, потому что и большую кишку я проезжать не хочу. А где прямо дорога-то? Прямо вот здесь? Мы прямо напротив поворота этого? Серега. О, тихо, блин. Я уже прямо здесь чуть ли не переворачиваюсь. Чувствую это напряжение. Ага. Ну вот вроде вот сюда. Или это что-то другое? Я куда-то вот сюда, да, мечу? А нам надо правее, жестче правее брать. Хотя вот это больше на дорогу похоже, и мне более привлекает тот вариант. Но там, видите, по карте даже дороги нету. Я бы, наверное, на каком-нибудь поляну бы выехал бы. А вот сейчас точно едем по дороге. Слышу, ворон. Где немного болотца. Хорошо, что есть корни, палки, ветки. Они, если что, помогут нам зацепиться. Вот мы и... Вот и мы и приехали. Большой и грязный. Давайте попробуем без лебедки по максимуму. Сейчас сами как-нибудь с краю проехать. Потому что дальше все, она уже не шла сама. Только на лебедке. Ну, благо... Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ты что? Мы уже тут не так далеко. У меня аж прям и это... Инфаркт чуть не случился. Так что иногда надо просто брать максимально минимальную скорость, чтобы шанс был выше на прохождение и не перевернулся. Как у нас колеса колбасит просто. Это реально лютая тропинка. Вот, смотрите. Ну, вроде ничего с такого, но... Вот тут вот справа небольшая такая траншея. В нее может очень хорошо затянуть. И перевернуть. Подтормаживаемся. Я прям напряжен. Максимально напряжен. Не иду прям по дороге, как задумано. А то мы 100% перевернемся с вами. Блин, ну тут вообще опасная территория. Прицепт его, возможно, на нашем другом тягаче потянем. Посмотрим. Еще тут перед финишем перевернусь. Прикольно будет. Низкоромный. Доступен 30 очков опыта. Разгрузить, разгрузить. Отлично справились. Было довольно и не сложно, но были моменты напряженные, где могла быть фатальная ошибка, и пришлось бы заново ехать загружаться. И X2, а то X3 время на данное задание бы увеличили и потратили больше. Давайте тут вот аккуратно вдоль забора встанем с вами. Елочку чуть-чуть подмяли. Ну, ничего, ребят. В общем, такая серия получилась. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали, чтобы не пропускать новые видео. И в следующей серии мы с вами будем доставлять прицеп технического обслуживания на эту же базу, только уже с Black River. Серия, наверное, будет подлиннее. В общем, до скорых встреч. Пока-пока.